До сказки еще полмесяца, а пока вернемся в реальность. К осени Улан-Удэ обещают сделать еще комфортнее. Сейчас для пешеходов строят новые тротуары там, где их не было раньше. Есть новости и для водителей. На некоторых участках скоро поменяется схема движения, где и как выясняла Юлия Туманова. Наверняка многие автомобилисты уже заметили новую схему проезда перекрестка улиц Павлова и Боевая. Если раньше выезд на Боевую был прямой, то теперь водителям предварительно нужно повернуть налево. На сегодняшний день, сначала, как у нас здесь прошли работы, не было совершено ни одного дорожно-транспортного происшествия. И надеемся, что вот это проектное решение позволит нам существенно обором повысить безопасность наших автолюбителей. Однако не все так радужно, как хотелось бы. Новая схема движения приводит к заторам на Павлова. А тем, кто сворачивает с Боевой, теперь делать это сложнее. Усугубляет ситуацию пешеходный переход сразу за поворотом. Так, а это откуда заворачивает машину? Это с Боевой. Им поворот не запрещен. Не запрещен? Не запрещен, они могут поворачивать. С ходом работ мы правильно поставим дорожные знаки, правильно осуществим разметку и позволим существенным образом повысить безопасность. Это не крайнее проектное решение. Мы будем это отрабатывать. В этом году по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» на улице Павлова обновят 500 метров дороги. К работам приступили с конца апреля и планируют закончить уже 1 октября. Также в рамках нацпроекта уже начаты ремонтные работы на участке от улицы Мокрова до микрорайона «Энергетик». К осени здесь появится долгожданный для всех местных жителей тротуар. Самым протяженным участком автомобильной дороги, который в этом году выполняется, это ремонт автомобильной дороги по улице Мокрова до «Энергетик». Общая протяженность участка составляет 4,9 километров. До этого не было тротуара. В рамках ремонта дороги будет устроен тротуар по одной стороне движения, со стороны жилого сектора. А на проспекте строителей, помимо нового асфальта и тротуаров, появится и новое место для разворота машин. Было очень много пожеланий и от автовладельцев, и от наших врачей о том, чтобы сделать разворотную полосу около непосредственно въезда в больницу скорой помощи. Там мы планируем в том числе сделать резиновое покрытие при переезде через трамвайные рельсы. Работы идут нормально, но тем не менее необходимо провести и лабораторные исследования. Обязательно мы будем брать вырубки асфальта, обязательно будем контролировать весь технологический процесс. Визуально идет все нормально, лабораторные исследования покажут окончательные.